МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Около 2000 школьников из 83 субъектов Российской Федерации, представители 80 сельских и 80 городских классов команд приняли участие в президентских состязаниях 2019. Три недели школьники со всей России боролись за звание лучших. На торжественной церемонии награждения во Всероссийском детском центре смена получили заслуженные медали и кубки призеры и победители 21-х всероссийских спортивных соревнований школьников президентские состязания. Первыми награды получили победители в соревнованиях по баскетболу 3 на 3. Это школьники сельской класс команды из Чувашии. Поздравить участников президентских состязаний приехали творческие коллективы Краснодарского края. В основную программу президентских состязаний входят творческие и теоретические конкурсы, а также соревнования в спортивном многоборье и эстафетном беге. Среди сельских классов команд лучшими в эстафетном беге стали мальчишки и девчонки из Московской области, а среди городских лучшей стала команда из Тюменской области. В соревнованиях по спортивному многоборью среди сельских классов команд лучшими стали школьники из Оренбургской области, а среди городских лучшими стали представители Республики Коми. Победитель лично в зачете спортивного многоборья среди девушек сельских классов команд Виктория Хасаева из Оренбургской области. А среди девушек городских классов команд лучшей стала Софья Лучкина из Тверской области. Лучшие участницы президентских состязаний поделились своими впечатлениями. Большая радость. Надеюсь, это не первая и не последняя наша победа. Гордость за свою страну, за свою область. Радость и восторг. Я бы хотела поблагодарить наших тренеров. Они очень многое на нас сделали. Я очень показываю тренеров, кzzaюна Юрьевна и своего учащителя физкультуры Асяна Юрьевна. Спасибо вам. Я хочу поблагодарить своих тренеров, руководителей, а также родителей, которые могли им добиться успеха. Победитель в личном зачете спортивного многоборья среди юношей сельских классов команд Егор Рублев из Томской области. А победитель и призер в личном зачете спортивного многоборья среди юношей городских классов команд Его земляк Артем Еревиевский. Юные спортсмены удивили жюри не только спортивными достижениями, но и творческими номерами. Лучшие участники творческого конкурса получили заслуженные награды. Все очень рады, что мы участвовали и заняли третье место. Знаете, это очень большое достижение. И спасибо всем тем, кто нам помогал. И мама, я в телеке. Победу среди сельских классов команд на творческом конкурсе одержала команда из Магаданской области. Победителями в творческом конкурсе среди городских классов команд стали школьники из Краснодарского края. Мы очень рады, что мы заняли первое место на президентских состязаниях. Мы очень долго готовились и теперь мы оказались здесь. Это была очень трудная борьба, но мы рады, что мы заняли первое место. Мы лучшие! Если есть на свете рай, это Краснодарский край! По итогам финального тура теоретического конкурса среди сельских классов команд победителями стали школьники из Омской области. Среди городских школьников золото завоевала Тульская область. Своими впечатлениями поделилась Мария Таран из Омской области. Помимо победы в теоретическом конкурсе с командой, девочка стала призером в спортивном многоборье. Впечатление отличное, все очень понравилось. Я очень рада, что добилась таких успехов. Мы очень старались, нам все понравилось, много готовились и это было заслужено. Главным событием вечера стало награждение призеров и победителей общекомандного зачета. Среди 80 сельских классов команд вперед выше три команды. Бронзу завоевали школьники из Оренбургской области, серебро у команды из Московской области, золото у представителей Челябинской области. Эмоции очень зажигающие, отличные, очень впечатлены от этой смены. Мы хотим поблагодарить своих тренеров. Это Александр Иванович Крысов, наш любимый и уважаемый тренер. И Галина Викторовна Акопиана, мы их очень любим. Мы очень довольны и счастливы всем происходящим. То, что мы находимся тут, нам выпала такая возможность, честь. Но мы хотим сказать, наверное, самые теплые душевные слова это только нашему тренеру. Который с нами работал очень долго, он ведет нас в первого класса. И до девятого класса мы с ним вместе. Еще мы хотим сказать огромное спасибо нашей школе, нашим родным, нашим близким и всем, кто в нас верил. Спасибо. Мы рады. Мы к этому очень долго готовились. Но мы показали свой результат, на что мы готовы. И Жалина! Ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Общекомандно в зачете среди 80 городских классов команд третье место заняли школьники из Республики Башкортостан. Серебро у команды из Тульской области, а победителями стали школьники из Кемеровской области. Мы очень рады, что выиграли президентские состязания. Готовились к этому событию все лето. И еще раз мы рады. Спасибо. Подарком для всех участников президентских состязаний 2019 стало выступление четвертьфиналиста телепроекта «Голос» и международного конкурса «Новая волна» Майкла Блейза. Три недели в смене объединили мальчишек и девчонок со всей России. Около двух тысяч школьников из разных уголков нашей страны теперь не только соперники, но и настоящие друзья. Президентские состязания 2019 подарили всем участникам победы и новые рекорды, медали и кубки. Но самое главное для школьников – яркие впечатления, воспоминания и новые друзья из разных уголков нашей большой страны. Каждый участник президентских состязаний стал частью большой спортивной истории. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...